Девочки ласковые и добрыми Он должен быть смелым и отважным, чтобы уметь защитить свою родину, если нужно А любая девочка или женщина должна быть доброй и ласковой, чтобы все смотрели на нее и брали пример Абсолютно правы, друзья! И еще вы правы, что сегодня мы продолжаем беседу о нашем отечестве Я вижу, что вы сегодня такие нарядные, я так понимаю, это народные одежды, да? Вот я, например, сегодня надел русскую народную рубаху Как интересно! А ты, Лизонька? А я сегодня пришла в украинской вышеланке И что, вам нравятся ваши национальные одежды? Да! Это замечательно! Больше тысячи лет назад не было ни русского государства, ни Украины А на их территории жили разные народы и жили они отдельно друг от друга И вот среди этих народов был и наш с вами народ, наши предки, славяне Получается, что мы славяне? Получается так! Дуняша, а как же жили эти самые славяне? Даже в те далекие времена другие народы нападали на славян И чтобы защититься от неприятеля, люди ограждали свои селения, ставили высокие стены И эти селения назывались городами Дуняша, а в те времена было много городов или мало? Немного было городов, но самыми известными были Новгород, Смоленск и Киев Вот вы скажите, слышали когда-нибудь о таких городах? Вы знаете, где они находятся? Да, Новгород в России А Смоленск? Тоже в России Правильно! А Киев? Это же в Украине! И сейчас это ее столица! Совершенно верно! Представляете, эти города существуют и сейчас! Какие они древние! Ничего себе! Даже представить трудно! Да Дуняша, расскажи, а как же жили эти самые славяне? Что они любили делать? Это был очень трудолюбивый народ Люди в основном занимались земледелием Выращивали овощи, фрукты, зерно Как много надо трудиться! Конечно! Но представьте, ребята, это еще не все! Славяне разводили домашних животных, ловили рыбу, охотились, а еще вели торговлю с разными соседними народами! Теперь вы можете представить, как нужно было любить труд! Да! А вот моя бабушка с дедушкой тоже очень любят трудиться! Ну и родители тоже! А еще, знаете что? Они очень добрые! Это ты правильно подметила, Лизонька! Славяне тоже были очень добрыми, доброжелательными! А еще они обладали таким замечательным качеством, как гостеприимство! Вы знаете, что это такое? Гостеприимство – это когда хозяева рады любым гостям и всегда! Да кто бы это ни был! Совершенно верно! Славяне считали любого странника дорогим гостем и старались накормить и напоить его как можно лучше! И что интересно, уходя из дому, они никогда не запирали дверей и оставляли на столе еду, на тот случай, если придет какой-нибудь странник! Никто ничего не крал? Ну, все эти люди были честными и совестливыми, а еще они были храбрыми и отважными! А вот трусость считалась у них большим позором! И знаете, ребята, как раз в то время было много богатырей, а мы о них узнали из народных былин! Дуняш, а что такое былины? Былины – это песни о великих подвигах богатырей! А кто такие богатыри? Лиза, ты не знаешь, богатыри – это воины! Да, они защищали свою родную землю, свою родину, были очень сильными и смелыми! Я тоже хочу быть таким! Ну что ж, при желании все возможно! Скажи, Лешенька, а на какого богатыря ты бы хотел быть похожим? Богатырей было много, но я хочу быть похожим на Илью Муромца! О, это самый известный герой народных былин – Илья Муромец! Посмотрите, пожалуйста, ребята, каким он был! Дуняша, а почему же он изображен на иконе? Кроме того, что Илья Муромец – богатырь, он еще и святой, которому может молиться каждый из нас! А почему его Муромцы называют? А потому что родился Илья в городе, который назывался Муром! А Быль рассказывает, что богатырем Илья стал не сразу! Много лет у него не двигались ноги! И вот однажды к нему пришли странники, посланные от Господа, и попросили воды! Поначалу Илья подумал, что странники смеются над ним, но потом, к своему удивлению, он встал и подал им воды! Было тогда Илье 33 года! Так он обрел могучую силу! Это был очень смелый, сильный человек! Он никогда не жалел себя в боях за Отечество, а враги очень боялись его! Дуняша, и как же он стал святым? Со временем Илья Муромец ушел в монастырь и стал монахом! Он много молился, помогал людям! Вот такая история! Какая хорошая история! Получается, что все мы славяне, и у нас в народе было очень много хороших людей и отважных воинов! Конечно! И если посмотреть вокруг, мы увидим, как много замечательных людей живет на нашей родине! У каждого свой характер, но все умные, смелые, добрые и трудолюбивые! И представляете, как бы было здорово, если бы все славяне уважали друг друга, любили и жили дружно! Да, это было бы так хорошо! И на такой хорошей нотке давайте прощаться с нашими телезрителями! Друзья, я хочу пожелать вам мира, добра и счастья! И пусть оберегает вас Ангел-Хранитель! Ночь вздыхает сладко-сладко Звезды светятся в окне Малыши в своих кроватках Улыбаются во сне Дремлет облака в постели Спят игрушки и цветы Детям лунной колыбели Снятся сказочные сны Белокрылый ангел сон твой охраняет Над тобой кружится и благословляет Прикоснется нежно В небо улетая Сладко спите, дети Баю-баю-баю Сладко спите, дети Баю-баю-баю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова